Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Браты были на Пиракопе воевали на Украине. Там были два. Один был в царскую войну. Пошел в армию и там остался. Он был в Украине. А его женка была в правительстве Украины. Потом его честь Игназя. Он был недостоин, но она ушла от него. А у них родился хлопчик в 1934 году. Багина Виталик. Ну и он жил. Жил, выжил. И вот я первым, что вы ездили. И я первым остался на Дону, но приезжал сюда. Ну ты знаешь, что это все. Приезжал сюда и в кормютке. Ну, все уже мамины, профессии. Браты еще умерли. Был самый старый, ну и юноши мои двоенные сестры. Вида, Женя, Антонина, Паня, Аля, Вова, Володя. Вот такие. Ну, я вот у Леши спрашивала, что вот фамилия Багина. Она такая редкая фамилия, в смысле. Ну вот на кладбище там есть несколько богинов похороненных. Ну, так я говорила, что вот Жохолцы, да, конечно, там, ну... Жохолцы, ну, в бакшнах их не говорилось, папина. А Багину это, ну... Ну, и вот мне кажется, что это... Бабушка была из татарских наших, польская, Мальвина. Мальвина? Ну. В татарской смысле из этой... Татарские заполучаемые в сторону Дуброва. Типа звездки татарские. Татарская звездка. Ну, 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 не сама... Звездки татарские. Не по национальности татарские, а звездки. Там уже мама показывала внимание... А где же вот Станислав был? В смысле, имя так, вроде, польское, а... Станислав был... Тоже нечто вроде из польских. А мы православные вот дети. Православные... Церковь... Христианская... Нас... Нас разделяли на хуторы. Выделяли. Это было у нас... Дрова, шуча, звездки у нас... Ну, мы были на... Вот, и разделили тоже... Звездки у нас... Мы футер получили в сторону... Дробышем. Сорок-эктор был футер. Ну, с батюком. Это с дядьком. Вот. И вот, навозили каменьям. Все земля была поделена. Уже здесь не война. Это 39-й вот. Пероворот. У советы пришли. Мы были на футеры. Вот. Вот это местное. Тут Вершицкому нашел. Тут Вершицкому жил бы. Ну, жил бы. Эта земля была по Волочке. Кто оставался на месте... Земля ставилась великим балом. Ему Вершицкому тоже было 24-х земли. Ведь ему через 9-х, 12-х земли. На половину мили. А кто? А... А... Гэтый каморник, который надзалял землюдык. Ну, надо-то ни за полу хату не заходил. Это до нас только заходил. В Марвазии. Это где наше молоко пил. Ну, вот. Ну, вот. Бабушка налил стакан. Этот стакан был длинкотес. И он пил это молоко. Это его сопровождали. Тут уже была группа. Которая хитрая. И он подружил с нашими. И он поставил низкий бал земли. Где нам наши... Ну, он тоже блат был. У них тоже такое было. Ну, познакомился. И наполовину. Ну, тебя перегону. Границу примерно знаю. Где надел. Вот. Ну, вот. А дышу. Теперь пошло и поехало. Все в это знаем. Пожили. В школу у городов ходили? Я в школу вообще не ходил. Ходил уже твой. В Бакште была начальная школа. Пошли. В 30-е годы эта война не была школой. Вот. Пошли в школу, в 1-й класс с 3-х год. Наш человек еще 30 было. Даже 40. Ну, и которые ходили при Польщике, гоняли уже свои классы. А учительницы были, которые окончили всем классом. Школы. Это были учителя. Вот. Это с таким образованием. Мы их ставили учителя. Вот. И Женина. Так все еще. И нам дали один буквар. У Бакшты. На 40 человек, да? На 40 человек. Значит, собираемся в хату. Ты читаешь. Там буквы, ну я в 1-й класс пошел. А мы это запоминали. Тогда учительница скажет на уроку. Алешка, прочитай это. А я ж не видел это. Где оно, какое. Вообще по разу не прочитали. А где это вот такие были более спрытные. Дети, которые ходили с Вашима там. Ну все-то не ходили. Разные эти. А все у них ехали. Прочидаешь? А так их нет. Школу я ходил в Бакш. Вот и в Сазон уж не была школа. А то у участника. Тогда у Бакшты был магазин на Сабадзилча. У Бакшты это школа была. Так я ходил в школу. Первую четверть не ходил. Требало барновать все и терять. Тогда в другую четверть ходил уже. И молотить. Там закрыто было. Тогда уже как молотим до Нового года. Сарфуем. Здорово сносим уже. Тогда я ходил в школу. И как апрель месяц. Я уже не ходил. Требало забрагать кобылу. И ехать. И орать. И барновать. И сеять поле. Так я только ходил полторы четверти в школу. Зимой только. А писать не было чим. Не было чернила, не было ручек и карандашей. Доставали где старые вот. И не было тетрадей. Тогда вот так теперь под цементом были мяшкиники. Немецкие овес привели в городок. У нас несколько мяшков таких было. Мы резали листы такие. Шивали по шесть, по восемь листов. Вот. И леяли. Был карандаш у меня. Полинеешь. И там писали в школе, что задавала учителька на доске. Потом стираешь. И пишешь это. И узнал. Ревеешь и узнал. Вот так это было. Писали. Потом стали привозить. Тут инвалид был мудрый сорок. В Вильнюс. Стали ездить. Открыто все было. И привозил ручки, тетради. Ну как пишешь. Чернила протягала по стрелисты. Чернила. Такое. Чернила робили сами. Придумывали. Где у кого была какая краска. Буракини. Какая-то. Ему еще там. С Бураков. Ну требовало. Такое. Придумывалось сделать. И вот это куда ходил. Ну тебя только чищли все. Да. В армию требовало везти. Значит, тогда выписывали. Отбрываешь листок. С тетради. А кончил четыре классы. Бовстанская и середняя школа. Бояк. Нема этого листка. Так в армию не брали. Некоторые ходили на вечерние. Кого батьки были. Эти. Ходили в школу. А я не был в батьке. Требовало замучение. Семь актар. За год. Два раза я камен перепахал. Семь актар. Семь актар. Теперь вову. Матца семь соток. Я не узарел. Уморывается. Установится. Алеша вообще. Не запрожай камен. Так у меня нельзя. Не запрожай. Не запрожай. Не получай. Такие времена уже. Ну время меняется. И люди. Ну люди были добрейшие. Некали нема чего есть у человека. Жабрак их считались. И вот. Он был. Так это. Порвану на им одежду. Тогда же мужики носили. Порвану. Вот я. Костюм уж не одену. Потому что мне требует идти до раскатин. И галстука не завяжу. Жабрак. И пошел поезд. И у каждого заходя. У нас был таким. Не вовсе. И еще в горы за нас жили люди. Пришел. Забрак. Десять пить. И тогда перешел в городок. Зародка у Белева. И так вот. До молодежи нам росли. До бесконечности. А ездили ж после войны. Шукали кони. Королу. Где партизаны брали. Где немцы. Все это было. Перегнали люди. Приходили в хату. До нас. И до всех. Любого человека. Пускали в хату. Ночевать. И если что досчитывая. Что ешь. Чем покорнишь. Человека. Вот так вот. Люди ходили. И мама ходила. У нас уносила. Шукала кобылы. Это. Немцы угнали были кобылу. И сказали. У насиловали. Вот. Нашла? Не. Не нашла. А что ж как было. Я говорю. Тады ж бакшты. У нас пустили. А папу тут. Восемьдедесять мужиков. Кони. У кого были кони. Скнали запрыгши кони. И садить этих вот. Которых нашу молодежь отобрали. Вести за ними. И. И их. Значит. Пошел. Закус. Закус. Зашел. Он стреляет без упражнения. И вот. Они у блокады были. И папа. И все это. И папа сказал. Он не мог ни есть. И ни пить. Они которые бакштанские даже одежду брали. Ну. Кто мог. И приехали. Ехали назад. Уже немцы. Забили эту. Уже свою. Блокаду. И папу. У этой. И. Сказали. Что в Радышке. Ехать. Вот. Их. Папа. В бакштах. Утек. Уходишь. Кинул кобылу. И губ. Прошел. Ну. Все. Кобылу запрежем. И. Тут. Схомолся. В бакштах. Не поехали далее. Он. Может. И не верил. Может. Думал. Чтоб. Их побилить. Вот. Таким положением. Тогда. Казали. Кони. У нас. Два. Человеки. Папа. Мама. Баба. Пошли. Шукать туда. Кони. Ну. Мне казалось. Там. Были. Кони. Наши. А. Вас с кем покинули? А. А. А вы с кем были. Малые. Коли пошла. Мама. Уносила. Одну. 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 С кем. Туда. И. День. И. Быстро. Быстро. Еще. Як было. Манька. Это была. Тут. Такая. Ну. Туда. Логуха. Такая. Девчина. Двадцать. Более за двадцать. Я была. У Стяпурини. Там. Где наш был хутор. Что. Мой папа. Видел моего папу. И тут еще. Гордеева. Мишу. Которого забили. То есть. Не забыли. И. Одного. Человека. Она сказала. Увез. А тогда. Были. Такие. Люди. Увез. Сыщики. Они. Передавали. У. 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 КГБ. Вот. Зараз. Сказала. Тут. У. У. Мам. У. 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 КГБ. Там. Ни. Били. Ничто. Пытались. У. И там выписали повестку маме, чтобы на завтра пришла в областную, а в область была у Молодечина. Пришла в Молодечину, там еще. И мама каже, у письма с фронта папу взяла. Каже, вы глядите, вы сами разберете, что я знаю. Не, видели и дети его делают. Вот что. Если ты не приликарник, мы не истожим детей и тела. А как вы ездили немцев, забитых сбирать, и куда вы на конях ездили? Что-что? Какие лес по немцев ездили сбирать, забитых немцев, пошли войну к нам. А, у нас на дворе, как фронт прошел, машина русская, солдат остался, машина, шагер. Она машина спорчена. И он тут был, фронт пошел, пошел. Он тут ходил по везках, уже месяц, и сядил нас. Она пишет в машину, в эту машину, и поездка. Ему все требовало туда ехать в сторону Караушина, Парадовшин туда. И там были две бочки в этой машине. Две бочки качаются, а нас носило этих босых детей. Так мы, как выехали за городов, так немцы коло дороги, черные уже такие лежали. Коли лесу, ну, по дороге, как выехали, так видели, это немцы. Туда мы в сторону, ну, мы здесь заехали, мы, я кто-то шоу, бензины дал, вот тут и бензина не было. И тогда я приехал, привез он назад. Мы видели, где немцы, ну, немцы у побитых по дороге, валялись. Они даже, ну, не храним их, кто-то, махать. Это было. А, и те годы были, примерно? Ну, тогда человек емец наступал. В 41-м. Не, 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 в 41-м. А, не, 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 39-й? Ну, я к Судима, в Польше, в Польше, в Польше. Сейчас началась война, а я уже, вот это все событие-то... Я к немце, а, небе же в туды шоу, а это уже назад и шоу. Ну, а в 43-м было. В 43-м, в 44-й год. Я отступал. Ну, это уже, это... Это 44-й год. Уже, не, уже не 44-й. 44-й. 44-й год. В 44-й год. Да. Да. Тогда уже, этих, и позабирали уже. Як немцы вступили, тогда уже мобилизация была, которые... Части, которые, когда вы были сразу включилися, все. А население, как осталось, и осталось. А кто, в отрасе такого, еще, ну... Тогда, после, уже, как освободили немцев. Потом же их призывали, их временно обучали, там, быстро, которые, ну, уже отправляли, так вот, их владыше, и много других таких мужчин. А я к деду забрал на фронт. Ну, так я ж тебе покажу. Тогда, пройшел фронт, и сразу же военкомат приехал в Бакшту. И у всех мужчин собрать документы. И у них была медкомиссия. И, представляем, документы не отбирали. Которые были старающие, там, не знаю, до с каких год. Их тоже брали и повезли в Россию, в Магитогорск наш, с Бак попали. А которые на фронт пошли. На фронт. И построили строем, и в сторону Ганюлины повели. В гражданскими. Тогда завели, ну, тут были сборы Коварадашкою в чудесах. Там формировались уже, вот, эти группы, части, куда их отсылали. Настя, я помню, рассказывала, что все за слави, что ходила проведывать. Ну, и, что там они не убили, послали, что смеши, может, там, их временно, покуле мандировали, покуле, может, там, обучали, где-то. Ну, обучали краху. Так, и он ругал на ей, чему-то пришла, а бы кто-то бы хворил, там, сикручки, гостя, сикгений, дети. Так она что-то детей кинула, это самое... Ну, ну, а что, и она же уже хоть бы увидится вчера, но, и уже сказала ему, что там кто-то уже не забанил. Так вот, на что-то этой армии польской. Так это его сорок мужчина. Польская часть шла. Пройдут, это, кстати, русская. Ну, а она и шла так это. На расстоянии, таким недоступным до выстрела. И вот этот мужик, этот сорок, пройшел. Готый, был он и чаще, и получал пенсию. Теперь вот до смерти получал польскую пенсию. Долларе ему, три месяца раз присылали доллар. Сколько я там, не знаю, ну, более, ну, разы, наши участники войны. Ну, папа, ну, ну, он был... Ну, папа был такой человек. У нас вечером собирались мужчины. По человеку десять, дванадцать. Курыли. Та-лишь, кто курил. Не было, что лучина была. Такая, знаешь, такое, что лучина? Ну, такая щепочка тоненькая, длинная, до метра. На ковень ставили ее там. Ну, колодка. Щепалась на тонкие щепочки, по слоям дерева. И тогда меня заставляли держи, нагорить. Это уголевка всыпается. Вот. И, гэти... Ну, и... И, гэти, ну, они сидят, мужчины. И папа газету выписывал, один в бакстах. И читая газету, и была карта, и, ков, и, ков. И села, четыре классы был кончен. Видимо, он писал, я ковчуку я был. А, тады, четыре классы, это уже, ну, шешем, чарскую школу ходил. Ну, шешем, ну... Каэ, там, девятьсот старый год. Вот. Вот, тады, гэти, стали доставать, ну, керосин. Керосинки, лампу они было, так такие, копчили они. Ну, хазинские называли. И, гэти, и, гэти, и, гэти, и, гэти, и, гэти, и, гэти, Сег 머чень ... И, гэти, и, гэти, и, гэти, и, гэти, и, гэти, и гэти, и, гэти, их нэти, Это в 61-м году я построил, она была папа. Она стояла вот так вот в притирку, она стояла за улицей, была 24 метра в длину и 9 метров в ширину. В одном конце дядька жил с бабушкой, а в другом мы жили, где был магазин. Магазин был, жили одни ищемилы. За стол высадились 13 человек. И это не было к тебе перед детям ходить, ты ела, ты не ела, а стол накрывался, обрус, высыпала бабушка бульбы с горшка. Бураки вареные, капуста вареная была и грудца, перловка. И все, это было. Хлеб. Два раза бабушка в течение пекла хлеб в своей печи. Мололи в млыне в городку и привозили муку, и бабушка три булки пекла в печи. Булки были по килограмм в 8. А вы были на млыне в городку? Был. А я к тому, что где-то на первом, на другом поверхе был? Там шли два камня для размола. Две крупы. Крупы, которые я робил. Крупы можно было резать на мелкие. И были вальцы назывались, петлевали муку. Это уже был, как теперь, высший сорт. Ну, наверное, тогда была, может, теперь третий сорт. Ну, нет. Тут в городку прорабляли. У нас много млынов было. Через три-четыре километра млыночек протекали. Вот. Люди сами. У Гердутишка какой, как едете, вот. В Панталееву это млынок был. Ну, мы возили большинство городов. У Гленища. У Гленища. У Гленища. У Гленища был млын. У Гленища был млын. Да, у млын. И он же стоит. У Ганы, вон, кирпичное, может, буриво что ли? Конечно. И у Гердутишка какой. Ну. Ганев с млым был. И там стоял дом. Длинный. Хозяин. Это был... Кто держал млын, это был уже человек. Их при советской власти раскулачивали. Самые были ценные и богатые люди, и разумные, это были богатые люди, потому что он умный был, правильно вел жизнь, куплял землю, строил муны, а при советах их у всех надо было умный строить. А дали власть таким, щекунам, пропойцам, злодеям, и вот так мы и живем. Вот нас собрали в колхоз, у нас, собрали кобылу, самую влепшую в бакшах, только в колхозе жили, 17 коней у наших умного. У нас, у нас, у меня, сделали конюшню одним, а другим сделали конем севшкой, там, вот, карба конем клали. Все ганину кобылу требовало брать, дай мне ганину, дай мне ганину. Так вот, нам требовало ферри увезти в Радышковичную больницу, и дали коня, и мой брат помер. Так вот, на млыну, вот, привозили, куды вы, как, засыпали, не как там, вот, расскажите? Мы привезли, при одежу млыну, весы стояли, повесим. На первом этаже, вот, сразу, одразу? На первом. Не, когда нижний этаж был, ровно, там, это машинное дерево было, а второй этаж был. И тогда был третий, там, предэтаж, кажется. Ну, и чердак еще. Ну, и чердак, ну, вот. Звесили, тогда гроши не было платить за млын, было. Значит, приходим, сколько килограмм, например, 100 килограмм привез, было установлено 3 килограммы или 5 килограмм зерна. Хозяин забирает, а ты на очереди стоишь, ты меряешь, ты привез, и я. А бывает, что и двое суток требуется я измолвать. Приезжая домой, уже продуктные. Живая очередь. Особенно, кто хотел измолвать, крупы измолвать, там, измолвать, ну. И вот это, кого, плачали зерно. Хозяин на зерно брал и расходовал по своему, там, этому. Чи продавал, чи это. Потому что он же тоже налог платил. Мы не так это было держать. Вы не помните, кто хозяин был, мы, хозяином, кто был. Я вот это не помню. Я уже ездил, уже была советская власть. А это, был там жид. Ну, еврей вообще будет. А вот это, что разобрали кирпичное здание. Это был сыроль. Жид. Купец. Еврей. Он скупливал весь лен у нас. По вёсках ездил. Золото мужики мели за лен. Жид проезжал из городка и пытается. Алёша, покажи свой лен. Я показываю. Лен ставит цену лену. Я стараюсь, что мой добрый лен там продал. И он не передает жид. И он берет этот лен. А, и пытается чем-то платить. Злотами. Злоты тогда были. Или золотом. Золотом, ну там, золотом можно заплатить. Злоты были. У тишани у людей. У купцов, у покупателей. Тогда мужики собирает. Так что, вот, требовал посеять лен. Измять его. Высушить, мять. И отрапать. И он такой был пушистый, хороший. И скрутить вот такие, ну, красивые, такие, кулечки. И приезжали эти купцы. И собирали лен. И мужик, и за это, за лену самый был доход у нас больше. А лен надо было соврывать рукой. Не серпов, да? Нет. Рвать, рвался с корнями. И мы посеять, прежде всего. И тогда аккуратно связать. А лен не вязали, потому что скоды волокнины этой соломинки. Вязали соломкой. И поставить у родочки. И он насохнет. Потом брать, колодка была такая вот. И праник был, деревянная такая балдушка. И пяришь, обиваешь на сенье. Семена сыпают. И она вытираешь. Потом надо было везти на лох, где скошенный. Лога, где они были, как важно, ровненькие, ухоженные. И вот так скошенный ровненький. Сели с дельон. И он там лежит. Ну, смотря было, зависит от погоды. Да, если дожди проходит. Дожди проходит, влага. Так он скоро отлеживался. Вылеживался. Я его возьмешь, что-то и потрешиваю, так вот. Там пучок. И эта костра сыпается, остается это волокно. И вот мы глядели. Потреш, мнеться, ну все. Так им надо было в большие кули, опять же, связать. Привезти домой, в нос оставить, как не замыкал. Сухим вместе. А потом были в очереди. В очереди. И они, в очереди, полилища, дровали. И наставляли эту лену. Были палатки, наставили, наставили эту... Тихая кубань и полки только... Вот, и тогда мужики у них мылись, это и бани были. Вот. И вот тогда уже... Тогда бабы такие были вярицы. Ну, я в музее видел. Видел? Вярицы, вярили он. А потом тропло. Тропали, меня есть тропло. А потом уже на счетке отдирали. Тогда счетки были. Такие уже, это самое... Там же волокно было, теперь детей в колхозе. Я шел, кажется. И вот если он хороший ассорт, он хорошо ценился. И платили хорошо. Так вот евреи, так они сейчас цену сбивали. И он тебе скажет, что как-то бы дешевее заплатить. А сам-то он его продавал. И что дороже? Ну, это бизнес. Ну, вот был житель еврей Абром. Малые такие лопаты. Я помню. Мы ездили в Шмеяныча. Я его на мусоролю. А, ну, и сроль. Сроль это фамилия или? Да, сроль. Житель. Купец. И... А сроль отправлял я его в лодзь. Там лодзьские фабрики польские. Лодзь? Знебенит, видите. Ну, лодзь. Лодзь. А, лодзь. 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 Это ж было... Мы были в Польске. Ну, под Польщей. И там выраблялись его товары. И товары, и вообще, и далее. И Америку. В Америку, конечно же. Это ж золото было. Настоящая ценность золота была. А каждому наш... Ну, это была собственность. Земля наша была. Каждому был налог. Ну, где он был наложен. За октар. Сколько злоту должен заплатить. Вот папа мой. Сколько ему требовалось заплатить. И я оплатил. Ну, мама. Ну, мама... Сколько земли было? Семь гектаров или более? У нас дванадцать. У колхоза мы ступили дванадцать гектаров земли. Семь пахачей. И... Ой... И пять этих... Там лесу было крыху. Тогда было... Это... Сенокосу. И неудобная такая земля. Под Пашей там была. Вот. Ну, какое-то. Ну, говорят, что я лезу. Мы скачали в шерезке вот чуть-чуть югой. Сторону. И пахали там у нас. Чуть не подхилтался. Ну, это уже и малый ее знает. Два раза. Два раза. Это... Два раза на день. А где что в городку было, так примерно, помните? В магазине? В городку что? А в магазине шло? От кумчухи. Знаешь, где кумчухи? Ну, где... И в этой высокие банки... Аж до этой земляшарня. Стушеньки эти вот. По правой стороне это были... Все эти ваганки в этой высоких отстаях. Это все евреи жили. Все магазины были. И все каждый свое... А по левой стороне ничего не было? А вот где клуб, где была пожарная команда. А тут вот за кумчухой, в этой площади вот. Это базар был для коров. Это же уже... А она при церковной... Ты же помню, был. Про Тобе Мария. Базар там собирался свинья продавали. Где уже ничего. Кром этого... Депарк, это первое. Это был базар. Зерно, свинья продавали. А тут коровы продавали. Два базара были. Волторник базар был. Ты, у тебя же на Сененках... А костел вы застали еще? Да, костел ездил. Я еще при немцах ездил в церковь. До споведи возил меня папа и мама. Перед святым ездили в церковь. Исповедовщик. Исповедовщик. И я ездил, исповедовщик. И все. А до коль забор был? Ну, церковь. Церковь? Дубовик, Миша. На церковном. На церковном побудовался. А вот... А тут... До нас захватило. Брама вот стоит. Это старая брама. Все. А тут уже был. Брама туди. Ровно брам. И туди, где магазин стоит. Да, магазин на церковном. А до нас, куды доходил? До вас? Ну, заходил до нас. Вот где это ваша... Вот это... Заходил. Костя хотел относить этот забор. Вот это Бугороква. У вас, где угороджены. Вот это церковная. Вот церковь, где площадь была церковная, была насыпана. Да, угла хаты почти было. Ну, тогда уже вот эти церкви, церковь уже эту самую останавливали. Так он тоже... Уже, как он хотел каменьями огородить и все. Так он сказал, что я не буду. В смысле, ему тоже ж треба налоги платить там, до земли, до все. И он говорит, что мне достаточно, где этой территории. А вы уже ровно работаете. Мы уже так вот, как гараж наш. И уже ровно в это самое забор. Так вот это вот... Где мы цветы садим, где вот... Вот это вот участок, который имени аромы. Вот, конь, где сюда заходим. Вот это оно, возвышенность, это было у церковной пунктиры. Но этот уже... По разувалищем уже у ноги холодно. Да, тепло. Мария. А там же в церкви комнате это было. У меня вот метельцы говорят, что там некие анелы были, там небо нарисовано было. Ну, я... Ну, конечно, не помню, чтобы... Я не могу... Фрески были, мы же еще, как вот... Как... Очищали от мусора, в смысле, это... Так еще вот, у средины стены были такие... Были, что аж до кирпича уже обсунулось, объехало. А были, что там что-то... Было реализовано. Да, да. Были, были... Ангелы... Ну, потом уже креобили, уже это восстанавливали, такой же штукатур или паново это робили. И тут уж был диабетский гарнизон стоял. Тогда партизаны на эти... Нападали в ночи, выбивали эти враги немцев оттуда. Али они у зоти пошли немцы, там зоти были пороблены. И вот эти... Ну, да, они что, церковь спалили? Вот зрать были враги. Наносили кулем соломы и запалили церковь. У меня вот есть фильм, и говорят, что это жиды спалили городок. Жиды? Жиды были в партизанах. Да. Часть пошло. А часть... Была гетто при немцах. И там они их у всех спалили, перебили, спалили жидов. У нас это вышло... На это вышло, тут вот где ваша школа. Ну, где была эта школа. Тут. На колхозном дворе, на это. Жиды, а горати... Там, как горали? Кроволкой обтягнули. Где-то была жидом. Не выходить можно... Им не разряжали выходить. И у них были желтые лапки. Лапки пришли такие звездочки. Они носившими не звездами там, а несколько этих рожков. И сзаду, спереду. И он, ну, надеждой должен носить это. Это все первое отражатели. Флинтер. Ну... И уже жито... У того еще и строя, и того домостроя, и того, и все что... Ну... Жито тогда... У кастаки был. Вот, хочешь, забей его. Вот. Были же разные. Люди. Это жид, это был... Ну... Без ничего. Расстреливая его, все. И он, может, там, что-то не понравился. Вот такое было. Потом их... Им, как было... Это власть была же, это немецкая. Приходит, скажет... Вот сегодня пришел комендант. Кажет... Собрать килограмм золота. Они собираются. Дают. Завтра приходят... И еще три килограмма. И собираются. Ну, я не знаю, там, это ли. Вот так, вот, примерно. Вот таким мотивом. И собирали. Из них это золото выкачивали. Но золото еще уж им, владельцам, кто там, давал команду. И они забирали это золото. Но потом приказ был увистошить. Ну, это ж увистошить... Ну, это ж увистошить... Ну, которые ж полчакали у Израиля. Которые были... Где же там до Израиля? Они пошли в партизаны, которые... А которые остались... Они считали так, что... Это пришел им конец. Так по их... Ну, да. Такая судьба. Поверли себе. Могли бы... Ну, могли бы где-то утекать, где-то что-то хабатывать. 90% молились. Да, да, да. Но они, как жертву себе отдали. Знаете, так надо. Ну, как надо. Сарыжи-то... Янкель... До нас... До нас... Ну, Янкель же ж остался, а не их продал. Янкель вербук. И он был в ссылке вместе с Гершей Берманов. Там... И вот этот бег, он жил... И он жил... И он жил... Там... Довоенный городок. И янкель приезжал... Ну, что в Америке был... Дэвид Шапира. Шапира. Это, да. И потом он... В 30-е годы. Приезжал в городок. И уже ж в Америке это самое... Там же больше развита гэта. И он уже придел с собой... В смысле камеру. И... Такой фильм снимали. И вот этот его мой... Желженька. Садил, садил за ним в компьютере по ночам. Короче, докопался. Найшел этот фильм. Потом вот на городке его показывали. А тогда еще дополнение гэта. Як на вокзале приехали, як и не встречали, як и не ехали. Вон. Снег пошел, як все равно. А лишь... А лишь... Требыло ему его раскопать это все. Столько часу требовало затратить. И часу, а средств... Сколько? Сколько. Сколько. Какая-нибудь сколько. Ну... Дебо... Гатый... Премьер-белестор был в Израиле. Зволожен. С Вишнева. Ну, ну... Откуда? Ну, Воложен. Зволожен. Сам, гатый, вот... Тут же отмечается в день. И он, гатый, тут организовывал, гатый... Ну... Страницу. Про его. Ну... Переводил с разных языков. Так вот, как было? Вот... Сейчас, что в городке у всех... Ну, как бы, старые вот, как бы, знают. То есть... Со слов родителей. А родители им, наверное, не признались. Так вот, как было. Пришли немцы. Согнали в гетто этих евреев. И они, как бы, сначала местные помогали. Можете, что выменивали там, что немцы... Да, да, да. Продукты носили. Ну... А потом, представляете, у их, этих местных, хата некая, деревянная, гнилая. А тут немец разрешает селиться в жидовские дома. Эти кирпичные. Так что сделает брат белорус? И он сделает так, поможем брату немцев, как брат евреев не вернулся и не забрал свою хату. И они поздавали. И они, может, и сказали, что в удачах сарайчик хороший, там можно это все сделать. И они их повывозили. А вот эти же евреи, которые сбежали, не в курсе были этих всех, кто сдавал. И они пришли потом, чтобы городские добром еврейским не пользуются. Потому что они с двух сторон городок и подпалили. А кто вот говорили, что вот царку кто подпалил, так он и смертью в огне сам пришел. Ну, казали, что евреи и царку спалили. Ну, не знаю. Говорят, что с Александрова, говорит. А тут тоже говорили, что с самолета... Нет, нет. Это было... Нина, наступали от Чалых улиц, это Воложевская улица. И отступали наши улицы. Это было главное. На конях протязаны ехали. А там уже, ну, пяшком уже пошли городок. Вот. И у той же, ту же шнёт спалили церковь. Ни самолеты, никто, ничего. Ну, это... Я ж не помню... Я ж... Я тебе покажу... Это... Некто рассказывал, не знаю. Бомбили... Ни... Ни... Никто не бомбил. Никто... Это было... Это партизаны... И шли на немецкий гарнизон. Была у них пушка. Немцы уже оставили городок и не ушли. Городок был целый. А потом уже вот налетели... Ну... Мари... Объясняли. Уже тады... Него тады было уже. Ну, не было. А городок бы не стали. Но уже, может... Партизаны... А потом... Городок... Парили... Немцы были тут. То есть... Это... Власть еще немецкая была там. И вот тады... Городок... Уже тады... Вот тады... Тут... Через несколько... Там... Недель... Уже немцы ушли. А эти остальные немцы были. Там ж... Пару немцев было. А так были... Полиция немецкая. Комендатура была. Ну... Там ж... Действующий такой... Там ж не было этих... Армии ехали. Ну... Тут ж... По населенных пунктах поставляли... Они ж думали, что... Ну... И не лазь будет. Они ж так... И не оставляли своих людей... Чтобы они агитировали народы... И... Короче, работали... И... Привозили... Привозили... Плуги... Ну... Кольные... Германии... Вот и нам давали... Папу плуг... Цены давали... Купля... А где? А где? А вес помню... Вот их мешках... Что я писал... Давали... На семена... Продавали... Ну... В книжках я читаю... Что они уже думали... Ну... Ну... Возьрать этим... Черни... И уже отправлять еще туда... На Германию... Доходы... А люди... Чтобы тут работали... Ну... А... Таких хронтов... Тут не было особо... Никаких что... До... 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 У нас... Где бы маяк... У... su... бывает это не каждый год. Где был маяк, у меня карьеры. Там же раскопали, у него все. А теперь уже обгородили, обгородили, обгородили и будут их видировать карьеры, оккультуровать. Будут свалку из Минска, а будут они эти, не будут? Да, вот так же. Возить там и... Ну да, но мусор так далеко не везти будет, это же вошли. Теперь начали уже, что это все будет. Там же дома рушить, все же, треба здесь тоже сваливать. Складировать, да, штрафовать. Ну, представьте, сколько гроша за классиков есть еще там? Ну, либо, тем раньше, это, ну, проволокой колючей обтянута, они будут уже робить, они что, выравнивать, мусором засыпают, там, ну, плодородным слоем не садят, лезть, что? Это у них такая программа, это работа. В прошлом году почахнули, там, на их поле, там, не знаю, где. Вот до нас проезжали, там, повыразали древо, я даже тревожить древо проезжал. Я, как ехала, так, по эту сторону, видать, трактора ходит, нечто же там, а на этой боку ничего, не загорено, все такое, я даже не знаю, что тут было. Да тут даже, что-то, это, трава росла. И они, другие укосы ей не собрали. Там, кто хороший был клевер, они первый убрали, а второй на семена, и так, где латвы поубирали, так, вот, что было. А, Леша, есть так, чтобы не прогнать жадояды, вот уже гадаться, суп есть так. А боев таких тут не было сильно, да? Боев, не боев таких. Нет. А, бакстер, когда же тут выступали немцы, и бой завязал еще у самолета. И один на ногу, ну, обливали некой кислотой. И вот, половину деревни нашей, там, попала на дом, мы глядим немцев, и кидутся, это босс, а там горит звездка. Али ветер был вонюбок, уже паника началась, и вонюбок он весь выгорит. Ну, из родка, гумношки не ставили, где землю складали, водаль, какую-то будинку, где поставали, что вот так все там спалились. Только вот его королевая хата осталась, и там Гордеева одна хата, две хаты только остались. А так, кто думает, что оно погарилось? Это был воздушный бой там. Там, мы ж не чули, не стояли, не чугали. Сказали, что оно кислота. Ну, обливали. Может, пробили крыло и загорелось топлива? Бог не знает, там было. Дело чего будет. Тут глядили. А тогда, когда я что-то помню, тогда бак что-то горать. Полетели были с того конца. Я консерву избирал, не рассказывал. Ну, не лишь консерву, если выкинуть немцы, консерву, лезвие были у немцев. А тут же не было это. Как это найти консерву, это на расхват и забить скружку есть. Это было. Ну, да, с банкерной. Пустой, да? Да, пустой, одежды полные. Одежды полные. Немцы, как наступали, были дружелюбный народ. Нас на руки брали. Ни якого не было сделано. Как началось партизанское движение, рейсовая война. Ну, так были ж партизаны нормальные, а были такие. Не партизану не было. Нет. А второе, что немцы, они же захватывали, и им что, было указание. Значит, оставлять тут своих и типа... Власть свою устали. Да, да, своей власти это самое, и чтобы люди работали на них, они будут это, податки собирать и отправлять куда надо. Ну, а потом же же это самое, а фронт дальше продвигался. Вот. А это самое, а потом уже стали партизаны. Тут их стали какие-то... В 1939 году... В 1939 году... Панов вывозили за границу. Т.е. на Сибирь. Али як им... Их не вывозили, надо-то там. Ну, вывозили же дуро. Их пану так было. Приходят с вечером, когибисты. Там ничего, вот уже не записывали, не зачитывали. Привозят и кажут. Завтра уматывайся. Ты запрогай коня, берешь амью. И что положил на коня, что взял у своего. И как тебе не было в этом будинок. А в его будинок брали этих вязковых бедных людей и заселяли там. И управляли этим. Паны брали золото. И ехали в сторону. Ну, на запад. В Литву, Латвию. Туда подъехали. А тут перебирались в границу. А не которых по-новому вывезли в Сибирь. Игнатовский. 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 И он был студентом. Учился. И он свою землю. Это же Петровский. Это же один пан был. Батька его был. И он учился в Вильне. Знал, что это уже должно быть. И всю свою землю продал. И он встал, что только без покинул. Там октали три без. И теперь он яблый. Сад и без. А сам вечером, запрыгая коня. Это был фурман. Ну, паромок. Везел городок, где он целую ночь уже пьет. Тогда никто не пьет. Он приезжает. Поставил бутылку. Будет два часа пить. Эту бутылку. И тогда раньше приезжает сюда. А землю продал. За золото. За золото было. Тогда пришла советская власть. Учителей не было. Он учил детей. Учил в баксах. Его школы. У школы перекидали. Учителя. Ходил в Квартовом. В Квартовом костюмчик. Вот тогда же так было бедно. А вот этот костюм. Так все цухмоленный. Что бесчить. И он не отгрозили просто таким выношенным. И играть там. И все. Ну да. Чему вот фуфайка. Как это самое. Ласшады бешить. Как это самое. И играть за ними. Был район. В район. Родашковичи. И вот едут. А им требовалось по учебным делам. И он не сядет на коня ехать. Боится. То есть до горы подъедет. То есть ну до горы. На гору съедет с горы. Злазит и пошел пешком. Боился. Боился что конь у них. Что конь понесе. А когда конь потешел. Коня хоть не оси. И вот дожил до смерти. Вот этот парень. Никуда не поехал. А пани. Женка его. Женка его. Зачка вот. З моего года. Была в молодости на работе. Там некую травму получила. Так жила. Покои их. Где жили. Хата их там. Метров может 30. Они уже жили там. Уже где паровки уже жили. Уже жены. Их неглепшая хата была. Годы я не помню. Что там была. Казали там где паровки жили. Они уже где жили. Так хата. А бурилась крыша. Потолок. Вот. И такие косяки жили. Квадая страха. Вот. Так она у этой его. В пещере жила. И держала две коровы. И никуда не пошла. И давали у колхоза уже ей. В центре там квартиру. И не пошла. Давали квартиру. Не пошла. А чем мужику. Пану поклониться. Так лучше помер. Жалобой смерти. Вот. В магазин не ходила в последнее время. Чем она жила. Никто не знал. Вот. Крепые доверочные люди. Тады им привезли вагончик жилый. Аккуратный таки. С параллелами всё. Газ. Постель. Колхоз ей привез. Судя на место. Не пошла. Там уже она. Померла. Померла. Она еще уже тогда. Идем в больницу. Мы еще забрали уже. Уже ж тогда. Невозможно было. Ни страхи. Ничего не было. Есть. Майон так остался. Разрушено. Разрушено. Место есть. Место есть. Место есть. Фундаменты. Фундаменты. Гона сирень кругом. Так вот. Сирень кругом. Обсажено. 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 Там ареи такие были. Вода. Сажалка. Где она пила воду. Уже колодца не было. В колодце. Не коридору наборы. Зимой всегда было. Сажалка. Я корову поила. По две коровы держала. И сама пила оттуда. И сама пила оттуда. Вот так вот и прожили. А дочка. Ну. С. Травма была. Поголовение что стукнуло. И она просто. Помешалася. И тогда ей уже не стали. Она в городе жила. И не стали еще ее там держать. Она вернулася. И тут. Ранее за матку померла. А матка тогда тоже. Сдвинулась. Трохи. Ну. Там як было выжить. Ну. В югу я по охоте ходил. Некали. Дров никаких. Огенем безом. Каже. Огенедубце унарежею. Она такая была. И палева. Я помню еще стояла. Половина рухнула. И стояла вот эта центральная. Центральный подъезд. Ну. Ну. А с другой стороны. Вот это что вот так вот. Косяк внутри. Да. Она так жила. И зимовала. И окон не было. Там заклеено. Ну люди там. давно разобрали. А никто не разбирал там ничего. Не разобрали. Садюшка не померли. Никто не отдали. Саша же разобрала. Ну. Часть там. Отдали этим. Кто хочет. Колхоз сказал. На дровах. На дровах. Еще ж не кто с Сашей. Она не кирпичная была. Нет. Деревянная. Все деревянная. Деревянный дом. Там я помню что рассказывали. Что от Майонт. Когда. Там где то вот. Внизу там хутор. А там дальше. Такий. Погреб был. Да. Вот так что говорили. Что от Майонт. До этого погреба. Там был некий ход под землю. Это наверное вряд ли да. Ну. Это ерунда. Неправда. Погребы дают. Да не погребы стоят. Кстати эти наши. Может в разы чуть больше. Они ж погребы теперь стоят. Ну. Вот я ж вижу что стоят погребы. Там вы раскрыли. В последнее время говорили. Лишь я не видела. И никто не знает. Да ну. Что этой. Что она в погребе жила. Последняя. Нет. Не жила она там. Так я чел такое что она там. Нет. Не жила она там. Это неправда. Это неправда. Померла в данном косяку. Неправда. Нет. Я на нем косяку. Ее после уже сила. Ему се забрали в больнице. Ну. Уже не молодых завесились в больнице. А кто ее хоронил. Боу я еж уже никого не остановился. Ну. Слухай. Приезжали каже сестры с этой. Живили не те откуда. Увили. Сестры некие приезжали. На яе похороните дочка як померла. Приезжали. Еще некая связь к реху была. Я помню что когда я еще училась. Еще огород был. Она там садилась. Ну так она еще родилась. А потом уже ничего не было. У нас приезжали жили где были эти обоенки. И у Ганулину приезжали. И тут гарманишки вот. Пытались у населения. Где была стульня покажите. Иностранцы. Там где тое было. Где тое. Значит там. Золото может быть. Там шукали кладов. Кладов панских. Иностранцы. Иностранцы. Это рассказывал Дубовик. Капцевич. Капцевич. Приедут там стыдень. Стоять. Капцевич. Тоже там есть. Ну там тоже жили жили жили. Парыня не там. Варе у многих холодно мучить. Блин. А Зоня ж тоже ж не поехала в Польшу. Кто? Зоня. Зоня такая была. Сраная паненка. Сраная паненка. Что лучше? Батюка я был неколи. Велькицкий. Батюка был панок. И она оставшись такая. И замуж не вышла. И они вышли замуж. У них пробки были. По найму. И они за всех этих пробков. Которые пас в реконе. И коров даили. И она такая была бедненькая. Они были эти. А их... А колбасу по Польски резала? По Панскому? Да. Каюта. Каюта эта была. И сказали. В Зоне шпроты ели. Это было надото шпроты. Тогда никто не знал что-то такое. Рыжские. Да. Рыжские шпроты. Нас знали. Никого. Батюка нас звала. Придите на святы. На Веригде. Придите у меня все ешь. И шпроты будучи. Ты же ей это деловал. А такая уже. Ну так может и по старости припылина была. Так тут постоянно жили, да? Мы? В Жоховске. Да, да. А Жоховщина все ешь? Нема. На карте уже нема я ешь. И вёски нема? Хата одна есть. Там дачники приезжают. Есть Жоховщина на карте? Нема. Снесено. Было что у меня ездило. Это ликвидирована Жоховщина вёска. Ну. Как на карте наш ешь? Ну не знаю. У нас все советовало не числиться Жоховщина. У нас все советовало не числиться Жоховщина. С Северной, да? Уже. Она числилась только, наверное, при Польше. Там уже и новощелок почти нема. В новощелках только обороные хаты стоят. На польских картах в Жоховщина это вёска. Ешь. Уча перья наёшь ещё. Я тоже был в городском хозяйстве. Ешь, конечно. Ешь, конечно. Не знаю. У газете было, у районца, по-моему, что она уже... Это злещены населённые пункты. Иным через совете уже нема их. Там нема людей. Ну да. И них уже нема такого. Ну, жилого там уже нема. По приказу мусорейсполкома ликвидировано это название. Там только в новощелках два Пискуровых, дверь Пискуровых хаты. Наследники есть. Ну, два... Елена, что купила заросли. Нечто ж там строя. Я уже не была там, вот, десять годов. Ну, Валин, ну, Ленышча тоже, кто живёт. Один, Ленышча тоже, кто живёт. Один, Ленышча тоже. Один, один оставший. Один, один. А ляш хаты некий есть? Ешь, ешь. Ешь. Некая шароварня была. Одна хата она стоит. Под низу погреб высохший. И там жилинь. А там только фундаменты поставили. Там фундамент, там высота фундамента в росте. Жил. Жил в доме. Там же тоже уханули на некий аспанк. Жил так. Ну, потому что, вот, Све Кров рассказывала, что неколи, и она же была швачка, и швачка считалась уже такой. Так её возили уже туда компаненком, там она уже обшивала. Так у кончилинга. Паня из-за шаризачей приезжала до мамы шли. Ну, ну, ну. Ну, так тады шпаненки носили, а мы что носили, эти простые? Ну. Мама рассказывала, шилась там, ну, обшивала унукчик, чекого. Так пошила, и тады уже, ну, расчитываться пани. Уже будет с мамой. Ну, что доси? Ну. Так она, пани, каже, ну, я же там дала, так очень бедно всем дала. И пани Жоховец, каже, я же вам и яблоки давала, и кшила, так она давала яблоки. Есть. Ну, а у нас сад, а у нас свой свини. Так она уже читала, что яблоки давала, пани. Да, да, да. Мама идёт домой, так она ей яблоков сколько дали, пани, каже. Яблоки до дому давала у тебя. Да, 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 давала же и с садой, что ж. Каполе заплатила, да. Да, 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 менее уже платье вышли. Не, она не менее, мама ж не дей цены не казала. Али, что доси? Ну, это вот. Да не это, что к себе первую. Дарили цена и вот. А тады ж это было на. Все рассказывали вот, ну, про бабушку там, Солоджич. Студенца, которая там, ну, такая модница была. Там придется до некой, там, швей. Так она швей плачет, не знаю, как пашить что-то захотела. Заказывала, такие модные. Да, это первая. Ну, что, все решили. Так, дети уже только солнце. Пашли, это, и перекусим. Идём за стол, на первую. Идём за стол, на первую. Идём за стол. Снова, на первую. Эпilim. Звучит безболезной.